8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Превышена многолетняя норма осадков. В зоне риска затопления в период весеннего половодия могут оказаться 5 регионов страны. Это Восточный и Северный Казахстан, а также Карагандинская, Акмолинская и Кустанайской области. Нынешний год синоптики сравнивают с 2017, когда по республике прошлась не одна волна паводков. По прогнозам специалистов, опасный период начинается в конце февраля, стаяние снега в предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей. В это время лед начинает сходить с рек Иртыш и Сырдарья, что может повлечь в свою очередь за собой подъем уровня воды. Второй этап половодия наступит после празднования Наурыза и продолжится до конца апреля. Основная причина наводения, это у нас получается первый этап таяния снежного покрова на равнинной территории и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбулской областях, которые происходят в период повышения температурных форм. Помимо гидрометиллических факторов, у нас основной фактором является техническое состояние гидротехнических сооружений, то есть их аварийное состояние, их наполняемость. Между тем, 96 населенных пунктов Кустанайской области могут быть подтоплены во время паводка. Все они находятся в зоне риска. После январских буранов высота снежного покрова в регионе превышает прошлогодний показатель на 123%. Большую воду также ждут со стороны России и гор Улутау. В начале марта все силы бросят в южные районы Амангельдинский, Джангельдинский и город Аркалов. Они начнут таять первыми. Из населенных пунктов уже вывезли более 500 тысяч кубометров снега. Местные власти формируют чрезвычайный резерв. Через несколько дней службы экстренного реагирования начнут ревизию водооткачивающей техники. Проехать надо будет каждый сельский округ, проверить горючий смаз материал. Хотим каждую мотопомпу завести, проверить в случае необходимости, чтобы ее можно использовать. Сейчас водооткачивающая техника от высокой производительности закуплена и передана через Республиканский бюджет. Это четыре мотопомпы, производительность 1300 кубов в час. Мы это тоже распределяем. Сейчас районы, где наиболее подвержены, Уженковский район, Аркалейк. А вот запасы воды в бассейнах основных рек Центрального Казахстана выше нормы на 40-60%. По словам специалистов, верхний слой очень сырой. Снежный покров степи местами больше 25 сантиметров. При этом глубина промерзания почвы на 30 сантиметров больше прошлогодних показателей. А это значит, что при таянии снега вода впитываться в почву будет очень плохо. Все эти показатели серьезно настораживают гидрологов. Но как пройдет паводок, пока никто не прогнозирует. Проводятся плановые сбросы с основных наших водохранилищ. На сегодняшний день от 5 до 8 кубических метров в секунду с Амаркандского водохранилища. Данные показатели будут увеличиваться. В паводковом периоде мы доведем до минимального уровня. Свыше 2000 человек и 500 единиц спецтехники задействуют в борьбе с паводками в весенний период в Акмолинской области. Всего для ликвидации ЧАЭС в бюджете области предусмотрели свыше 1 миллиарда тенге. Вместе с тем синоптики прогнозируют в феврале неустойчивую погоду. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1 градус. Объем осадков больше на 4-5 миллиметров. Метеорологи связывают это с частой сменой циклонов и антициклонов. Самый такой пик паводка мы ожидаем ежегодно по многолетним наблюдениям. Это середина марта месяца. То есть начиная с 20 числа марта и по первую декаду апреля месяца. Проведены большие работы по защите 54 населенных пунктов. Это углубление водоотводных каналов, создание новых арыков, укрепление и создание новых защитных дам, временных защитных валов. Также очистка руселек на протяжении 5 километров. Заменена 41 водопропускная труба. Десять лет назад в селе Казалагаш Алматинской области произошел самый разрушительный паводок в истории современного Казахстана. Интенсивные паводки, неосмотрительность местных властей привели к размыву дамбы и прорыву Казалагашского водохранилища. Тогда большая вода унесла жизни более 40 человек, в том числе и детей. 300 жителей пострадали и свыше тысячи были эвакуированы. Только за одну ночь двухметровые волны смыли сразу несколько населенных пунктов. От напора воды больше 250 домов рухнули, будто игрушечные домики. На ликвидацию последствий выделили колоссальную сумму 53 миллиона долларов. Отдельного внимания заслуживает город Адбасар Акмолинской области. Наводнения происходили здесь с пугающей регулярностью. Только в 2014 пострадали 330 домов. Через три года талые воды размыли земляную дамбу возле железнодорожного моста. Вода хлынула на город не только из реки Жабай, но и из степи. Следующие несколько лет шок из-за паводков испытали жители Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областей. Всего в 2017 в Казахстане оказались подтоплены почти две тысячи домов. А вот жителям Восточно-Казахстанской области запомнился 2018. Тогда режим чрезвычайной ситуации ввели в семьи. Чтобы ликвидировать последствия, выделили 278 миллионов тенге. Такой воды в регионе не видели больше 30 лет. В Китае умер врач, который первым рассказал о вспышке коронавирусов Поднебесной. Ли Вэнь Лянь, офтальмолог по профессии, заразился от пациента. Его госпитализировали 12 января. И уже 1 февраля коллеги диагностировали положительный результат на заболевание. Напомню, 30 декабря Ли Вэнь Лянь доктор центральной больницы города Ухань написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что 7 случаев SARS подтвердились у больных, поступивших с рынка морепродуктов Хуанань. Но Ли не мог знать, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным соцсетям, а через 4 дня врача вызвали в управление общественной безопасности, где заставили признаться, что он распространял слухи. Позже власти принесли Ли извинения. Однако излечиться от вируса ему так и не удалось. Тем временем число погибших только в провинции Хубэй уже составляет 618 человек, а общее количество подтвержденных случаев возросло до 22 112. Интересный эксперимент провели в Пекине. Главный продюсер бюро новостного агентства Reuters в Китае Марк Чисхолм 10 дней подряд снимал свой привычный путь от дома до офиса по китайской столице. И все бы ничего, если не брать во внимание непривычную тишину вокруг. По словам автора, обычно по утрам улицы Пекина просто забиты спешащими на работу людьми. Сейчас же многие местные жители боятся выходить из дома. Но продление новогодних каникул в связи со вспышкой коронавируса опустошило улицы 25-миллионного города. На кадрах четко видно, как непривычно пустуют городские улицы и общественный транспорт. Напомню, что эпицентром возникновения нового типа коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Но с момента выявления инфекция успела перекинуться на множество других китайских городов. Между тем, по инициативе Китая отменили почтовый обмен между КНР и Казахстаном. В результате Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, в которые почта поступает транзитом через Поднебесную. При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, он недолго живет вне организма. Поэтому риска заражения нет. Власти Китая вдвое снизят пошлины на ряд товаров из США на общую сумму 75 миллиардов долларов. Изменения вступят в силу уже 14 февраля. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов КНР. Так, налоговая ставка на товары, пошлины на которые повысили 1 сентября 2019 года на 5%, скорректируют до 2,5%. А на продукцию тарифы, на которые выросли на 10%, ставку снизят до 5%. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между двумя странами. Стороны договорились, что Пекин закупит у США промышленные товары на 75 миллиардов долларов и энергоносители на сумму 50 миллиардов долларов. Еще 40 миллиардов долларов Китай потратит на приобретение сельскохозяйственной продукции. На 11% выросли в январе мировые цены на продовольствие, сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Больше всего выросли цены на растительное масло, сахар и пшеницу. Так, растительные масла подорожали на 7%, цены достигли максимального показателя за последние три года. Меньше всего рост цен наблюдается у муки и молочных продуктов. А вот цены на мясо снизились на 4% из-за сокращения закупок в Китае и увеличения экспорта свинины и говядины некоторыми странами. Сборщики макулатуры не знают, куда девать сырье. Об этом заявили в Ассоциации упаковщиков Казахстана. В чем такая вот причина, знает наш экономический обозреватель Ирина Панфилова. Спасибо, Арестан. Причина в том, что отечественные предприятия по переработке макулатуры загружены на полную мощность. Всем доброе утро. В год в Казахстане перерабатывают порядка 200 тысяч тонн макулатуры. В этой отрасли работают около 10 предприятий полного цикла. Меньше чем за год объемы производства выросли в два раза. Хорошо сказался на развитии сферы запрет на вывоз макулатуры за рубеж, в том числе и в страны таможенного союза. Я напомню, его ввели в марте прошлого года. До этого казахстанские заводы сталкивались с дефицитом сырья. Теперь проблемы у сборщиков. Объемы собранной макулатуры превышают те, которые нужны для переработки. И предприниматели не знают, куда ее девать. По словам главы Ассоциации упаковщиков, урегулировать ситуацию поможет создание новых заводов. До конца года в стране планируют открыть несколько предприятий. А еще намерены внести поправки в законодательство. В этом году мы предложили ввести механизм квотирования. И считаем, что это самый лучший вариант. Сперва мы насытим казахстанских переработчиков макулатурой. А если останутся излишки сырья, будем их экспортировать. Заниматься этим будет наша или какая-либо другая ассоциация. Я думаю, данный механизм позволит и сборщикам, и переработчикам быть в плюсе. С прошлого года предприятия по переработке макулатуры начали обеспечивать местный рынок яичными лотками. Раньше их завозили из-за границы. Кроме того, один из заводов экспортирует готовую продукцию в Узбекистан. По словам представителей ассоциации, это еще один сильный импульс для развития отрасли. К другим темам. С сегодняшнего дня КСЛ начинает торговлю на казахстанской бирже при МФЦА. Об этом сообщили представители телекоммуникационной компании. В официальный список АИКС простые акции глобальной депозитарной расписки оператора связи попали 6 февраля. По словам специалистов фирмы, размещение ценных бумаг на бирже позволит им расширить базу акционеров и сделает акции доступными для большего количества инвесторов, в том числе и иностранных. Кроме того, кросслистинг должен способствовать росту ликвидности за счет увеличения количества потенциальных покупателей. Я напомню, сейчас акции КСЛ продают на двух биржах – Лондонской Фондовой и Кассе. Теперь к ним добавится третья площадка – АИКС. На первом этапе на АИКС будет предложен небольшой объем по акциям и глобальным депозитарным распискам с последующим увеличением при наличии соответствующего спроса. Мы создаем возможность свободного перетока ликвидности с других площадок. 50 миллионов акций, которые торгуются в свободном обращении. На АИКС может зайти любое количество из фрифлот. В целом, на сегодняшний день на АИКС листингованы 50 наименований ценных бумаг, включая акции таких крупных компаний, как Каза Тампром, Народный банк, Полиметаллы и других предприятий. За полтора года работы на бирже привлекли больше 2 миллиардов американских долларов. Из них 217 миллионов долларов составил акционерный капитал. А теперь расскажу о новостях мира. Жители Великобритании постепенно пересадят на электро- и водородные автомобили. Полностью запретить продажу новых машин, которые работают на дизеле и бензине, правительство планирует через 15 лет. В список попадут и гибридные авто. Таким образом, Соединенное Королевство намерено остановить выбросы двойкисти углерода в атмосферу к 2050 году. По данным Торговой ассоциации автомобильной промышленности Великобритании, пока на дорогах мало транспорта нового поколения. В прошлом году удалось продать порядка 38 машин. Это чуть больше 1,5% от общего объема автопродаж. И напоследок расскажу о ситуации на валютном рынке. Курс доллара составил 377 тенге и 56 иинов. Российский рубль 5,97. Евро 415,24. К данному часу у меня пока все новости. Растан, возвращаю эфир. Жаль на электро- и водородные автомобили разом нельзя пересадить весь мир. Планета бы сказала бы нам спасибо. Ну что делать? Ирина Панфилова была с деловыми новостями. На 20 евро дороже в Евросоюзе вступили в силу новые правила получения краткосрочной шенгенской визы. Подробнее об изменениях в следующем материале. С этого месяца уехать в Европу стало дороже. Цена за шенгенскую визу увеличилась до 80 евро. По регламенту так будет ближайшие три года. До этого, несмотря на растущую инфляцию, сумму не меняли на протяжении 14 лет. Отмечается, что казахстанцы стали чаще посещать страны Европейского Союза. А теперь спланировать поездку будет легче. По новым правилам можно подать документы за полгода до предполагаемого путешествия. Сроки рассмотрения заявки не изменились. И это на фоне, прежде всего, растущих потоков туристов в последних 9 лет. Значит, с 2009 года до 2018 года там увеличилось число заявлений на 57%. С где-то 10 миллионов заявок в год до свыше 16 миллионов. И в то же самое время процедуры на обработке все этих заявлений, в принципе, не менялись с 2010 года. Так сколько придется заплатить за шенген? Допустим, вы собираетесь в Италию. За саму визу нужно отдать 80 евро. Это около 30 тысяч тенге. Консульский сбор составит почти 10 тысяч. Услуги визового центра 15. Итого почти 60 тысяч. Раньше, если шенген можно было запросить на более длительный срок, то есть от года до 5 лет, то сейчас по новым требованиям кредит доверия нужно откатать, можно так сказать, от двух и более односрочных виз. То есть, получается, если получить годовую, нужно получить две и более визы односрочных. Их использовать успешно. И после этого запросить годовую. Чтобы использовать двухлетнюю запросить, то есть нужно будет использовать одногодовую. Ну и так далее по нарастающим. Максимальный срок запрошения визы – это 5 лет. Эксперты отмечают, самое важное – это правильно заполнить все документы, предоставить посольству достоверные данные и иметь хорошую туристическую историю, если вы уже путешествовали по Европе. Последнее обязательно учитывается при оформлении новых виз. На социальные сети при рассмотрении заявок в посольстве не смотрят. Вероника Боярова, Ерлан Наурызбаев, Ермей Кеншимбек, Хабар, 24. С космодрома Байконур запущены более 30 спутников OneWeb. Запуск британских аппаратов был произведен впервые. На орбиту их вывели с помощью российской ракеты «Союз-2.1Б». С Байконура намечается еще 9 пусков для выведения в космос 672 спутников OneWeb. Британская компания планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Далее программа «Между строк, а после» вы увидите в нашем эфире. На 20 евро дороже. В Евросоюзе вступили в силу новые правила получения краткосрочной шенгенской визы. Превышена многолетняя норма осадков. В зоне риска из-за паводков могут оказаться 5 регионов страны. Город с многолетней историей. 190 лет назад на картах того времени появился город Акмолинск, о чем пишут на страницах зарубежных таблоидов. Узнаем в ближайшие 5 минут. Информационную картину дня дополнит наша постоянная рубрика «Между строк». Китай сталкивается с беспрецедентной изоляцией из-за коронавируса. И сдержки от этого несет не только КНР. The Wall Street Journal пишет о потерях мировой экономики из-за разразившейся эпидемии. Тесно интегрированный в мировую промышленность и торговлю Китай редко сталкивался со столь резкой и неопределенной по срокам изоляции, начинает статью автор Джеймс Оредди. Неопределенность, появившаяся из-за вируса, уже внесла хаос в мировую торговлю, нарушила работу цепочек поставки, нанесла удар по котировкам акций и вынудила многонациональные корпорации принимать непростые решения в условиях дефицита информации. Соединенные Штаты, а также страны Европы и Азии ввели новые правила, запрещая въезд гостей из Китая и проводя тщательные проверки возвращающихся граждан. Свои магазины и производство на территории Поднебесной временно закрыли крупнейшие мировые компании. Среди них Apple, Amazon, Tesla, Levi Strauss, Starbucks и другие. Полтора десятилетия назад, когда тяжелый острый респираторный синдром вызвал беспокойство во всем мире, доля китайской экономики в общем мировом объеме была относительно невелика. Сегодня Китай производит пятую часть мирового ВВП, а это больше, чем Соединенные Штаты. Последними событиями Пекин опровергает известную поговорку из сферы экономики о том, что когда Америка чихает, растужается весь мир. С иронией заявляет автор. Один из самых неутешительных прогнозов по Китаю дает Чэнь Лун из пекинской аналитической компании Пленум. Воздействие на первый квартал будет значительным. Рост экономики страны в ближайшие три месяца может снизиться до 2%. По официальным данным, количество авиа и железнодорожных пассажиров на праздники сократилось на 40% по сравнению с прошлым Новым годом. Могут резко вырасти безработица и инфляция, приводит автор слова аналитика. Он отмечает, китайский Хубэй входит в шестерку центральных провинций, которые поставляют на рынок труда треть трудовых мигрантов, которые пока вынуждены оставаться в изоляции. Издание «Гардиан» рассказывает о нашумевшей афере, уходящей корнями в конец 80-х годов. Криминальный журналист газеты повествует о деле бывшего полицейского и его подельников из числа наркоторговцев, которые обворовали сеть фастфуда «Макдональдс» на 24 миллиона долларов. В 1987 году «Макдональдс» запустил оригинальную лотерею, основанную на игре «Монополия». Клиенты покупали гамбургеры, картошку фри, напитки и другие продукты, упаковка которых содержала своеобразные лотерейные билеты с потенциальным выигрышем. От бесплатной порции еды до новой машины и одного миллиона долларов. Люди сходили с ума от возможности выигрыша, и бизнес фастфуд-гиганта вырос на 40%, поддерживая его на плаву в течение многих последующих лет, рассказывает автор. Позже выяснилось, что в результате этой рекламной акции около 50 человек были осуждены за мошенничество. Под обвинение попал Джерри Джекобсон, успешно проводивший обманные операции в течение 12 лет. Бывший полицейский, он работал охранником в компании «Саймон Маркетинг» в Лос-Анджелесе. Известно, что она курировала лотерею в Макдональдсе. Часть его работы состояла в том, чтобы доставлять билеты с большим выигрышем на фабрику, где их прикрепляли к упаковке для фастфуда. Джекобсон начал воровать выигрышные билеты с высоким номиналом каждый раз, когда удавалось это сделать, и привлек к участию своих друзей и семью в качестве победителей. Шесть лет спустя воровство превратилось в отработанную схему. Мошенник находил клиентов и продавал им стикеры по сниженной стоимости. Делится подробностями автор. Только в 2000 году анонимный донос ФБР положил начало многолетнему расследованию, кульминацией которого стало задержание одного из клиентов Джекобсона. Затем перед судом предстали 52 члена всей преступной сети, а самого Джекобсона приговорили к трём годам тюрьмы и возмещению убытков. Секрет счастья в силе воли утверждает британская газета Time. Известный журналист Эдвард Лукас на основе своего опыта и знаний заявляет, силу воли можно укрепить распорядком и повторяющимися упражнениями. Журналист опирается на теорию, описанную американским социальным психологом Роем Баумайстером, который сделал себе имя, изучая силу воли. Он утверждает, что блокировать импульс, влекущий за собой саморазрушительное поведение, а это употребление наркотиков, переедание и трата времени на бессмысленные мелочи, нам позволяет самоконтроль. Его главная идея заключается в том, что сила воли в чём-то как мышца. Баумайстер, к примеру, советует делать бытовые вещи левой рукой, если вы правша. Например, чистить зубы или щёлкать мышью. Непривычные упражнения обучают мозг новой рутине. Есть данные, что самоконтроль делает людей счастливее дома и успешнее на работе. А это увеличивает шансы на долгую, здоровую и полноценную жизнь, рассказывает автор. В Ак-Тубе между студентами произошла драка, в ходе которой один нанёс ножевые ранения 19-летнему юноше. А в Талдыкургане задержали пьяного водителя-рецидивиста. В Шемкенте двухлетний ребёнок оказался заперт один в квартире. Разбойное нападение на рестораны комплекса раскрыли полицейские в Западной Казахстанской области. Об этом и не только прямо сейчас. В Ак-Тубе в больницу скорой медицинской помощи госпитализирован студент одного из вузов с ножевыми ранениями. Возле общежития учебного заведения между студентами произошла драка, в ходе которой один ударил другого ножом. По данным полиции, участники потасовки задержаны. Однако подозреваемого среди них не оказалось. В настоящее время его разыскивают сразу же порядка. Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство». Состояние здоровья 19-летнего пострадавшего, несмотря на полученные тяжёлые травмы, опасений у медиков не вызывает. Поступил сочетательные травмы, колотрезвное ранение грудной клетки слева, средний третий бедра, в экстренном порядке взятную операцию, операция торкотомия, ушивание сказного ранения левого лёгкого, дренированной брюшной полостью, апплевральной полостью. Течение после операции первой стабильное, подсвечивание находится в отделении, в жизни ничего не прошло. Сорокалетний житель Алматинской области, задержанный вторично за управление своим внедорожником в нетрезвом состоянии, призвал водителей не повторять его ошибок. Мужчина задержан сотрудниками Ескельдинской районной полиции в лесе Лакарабулак. Внедорожник попытался скрыться, но в итоге путём преследования был остановлен. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был в средней степени алкогольного опьянения. За повторность правонарушений мужчине грозит уголовная ответственность и реальный срок, согласно статье 346, ч. 1 Уголовного кодекса. Хочу сказать всем водителям, что понимали всю ответственность и вообще не садились за руку в выигрышном состоянии. Не губили ни свою жизнь, ни чужую. В Петропавловске на пересечении улицы Жумабаева Интернациональная произошло столкновение двух автомашин. С телесными повреждениями два человека были доставлены в больницу. В результате аварии повреждён светофорный объект. По факту ДТП дознавателем батальона патрульной полиции Петропавловска собран материал и направлен в отдел административной полиции для принятия процессуального решения. В Шымкенте двухлетний ребёнок оказался заперт один в квартире. Спасателей вызвал дедушка малышки. Прибывшая на место происшествия бригада, используя слесарный инструмент, открыла дверь квартиры. Спасатели установили, что малышу, который находился внутри помещения, опасность не угрожает. Состояние ребёнка удовлетворительное. Спасибо МЧС нашей республики, городу Шымкенту, за то, что приехали вовремя и открыли дверь. Полицейские семьи в течение суток раскрыли кражу, совершённую на сумму около миллиона тенге. Неизвестное лицо, находясь на территории сударем завода, незаконно проникнув в водное судно, похитило четыре задвижки, выполненные из бронзы стоимостью каждой 240 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Затонского отдела полиции в течение суток был установлен и задержан 26-летний житель семьи. Ранее несудимый мужчина дал признательные показания. В данное время в отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия, также проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по краже, часть третьей, то есть чашкой преступления, готовится передача уголовного дела в суд. В Уральске совершено разбойное нападение на ресторанный комплекс. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа отдела полиции. По словам стражи порядка, двое неизвестных лиц в масках проникли на территорию ресторанного комплекса, где, угрожая 57-летнему сторожу топором, заставили открыть дверь учреждения. Связав ему руки и ноги, злоумышленники оставили из мужчины в сторожевой будке. Похитив два металлических сейфа, внутри которых находились денежные средства в сумме более 4 миллионов тенге, скрылись места происшествия. Преступление было раскрыто по горячим следам. С поличными были задержаны четверо подозреваемых, у которых были изъяты денежные средства и орудование преступления. Ими оказались 30-летние жители города Ахсай. Похищенные деньги изъяты в полном объеме и возвращены владельцу. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. За незаконную охоту и отстрел косули задержан житель Западно-Казахстанской области. Охотничьи снаряжения и две туши сибирских косуль были обнаружены в ходе операции «Браконьер» возле села Желяково Кызылжарского района. В совершении преступления подозревается 35-летний житель Петропавловска. Он находится под стражей. Ведется досудебное расследование. Одновременно проверяется причастность находившегося вместе с ним родственника. По словам полицейских, это пятый случай незаконной охоты, зарегистрированный в Североказахстанской области с начала года. В ходе отмотра медпроизводства были взяты две туши косули, снегоход и одно огнестрельное оружие. В настоящее время подозреваемый водорен и ВВС отдела Полицкого района начали досудебное расследование по статье 337, частью 3 УК Республики Казахстан. Превышенная многолетняя норма осадков в зоне риска затопления в период весеннего половодия могут оказаться пять регионов страны. Это Восточный и Северный Казахстан, а также Карагандинская, Акмолинская и Кустанайская области. В нынешний год синоптики сравнивают с 2017, когда по республике прошлась не одна волна паводков. По прогнозам специалистов, опасный период начинается в конце февраля с таяния снега в предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей. В это же время лед начинает сходить с рек Иртыш и Сырдарья, что с очередь может повлечь за собой подъем уровня воды. Второй этап половодия наступит после празднования Наурыза и продолжится до конца апреля. Основная причина наводения, это у нас получается первый этап таяния снежного покрова на равнинной территории и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбулской областях, которые происходят в период повышения температурных форм. Помимо гидрометиллерийских факторов, у нас основной фактором является техническое состояние гидротехнических сооружений, то есть их аварийное состояние, их наполняемость. А в Шемкенте река Сайрам-Су пугает жителей поселка. Она уже размыла берег и подбирается к хозяйственным постройкам. Потока не выдержала даже железобетонная конструкция. Жители говорят, что берег начало смывать еще пять лет назад. Но тогда никто сильно и не придал этому значения. До ближайшей постройки осталось всего три метра. Катерина Попкова подробнее. Жительница поселка Сайрам Мархабам Аминова живет в постоянном страхе. Берег реки слишком близко подобрался к ее сараю. Участок смывает на глазах. То же самое происходит и у соседей. До моего сарая три метра осталось, и он рухнет. Страшно очень. Уже сердце болит. За детей боюсь. Вдруг кто-то рядом окажется. Сарай уже давно на ключ закрыла. Никого туда не пускаю. Жители вспоминают, что река начала размывать берег пять лет назад. Они забили тревогу, но вразумительного ответа не получили. Берег все ближе к домам, а рядом стоящий мост признали аварийным. Специалисты говорят, что ситуацию осложняет то, что правый берег реки относится к Каратаускому району, левый берег – это Инбекшинский район, а сам мост и 15 метров от него – это территория Туркестанской области. Уровень опасности уже оценили сотрудники департамента ПЧС. На данный момент восемь хозпостроек в зоне риска. Дальше уже жилые дома. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, говорят, что начнут с капитального ремонта моста. Затем приступят к укреплению берегов. Надо делать ремонт капитальный. Уже решение принято. Сейчас с Ахиматом уже постоянно на контроле держим. Уже решение есть. Мы на этой неделе полностью доложим обстановку Ахиму города и за счет чрезвычайных средств начнем берегогубляющую работу обеих берегов. Это где-то 300 метров. Люди боятся, если разбушуются река, беды не избежать. Пока уровень воды небольшой, но весной значительно увеличится. Департамент ПЧС заверяет, что к этому моменту успеют принять меры. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24. А в Актюбинской области в зоне возможного потопления находится 33 населенных пункта. Там проживают больше 12 тысяч человек. В департаменте ПЧС региона переходят на усиленный вариант несения службы. В борьбе с паводком задействуют почти 2000 человек и свыше 400 единиц спецтехники. Ассенизаторы, тракторы с насосами, экскаваторы и автобусы на случай эвакуации жителей сел, попадающих в зону возможного потопления. При необходимости актюбинские спасатели готовы оказать помощь в борьбе с большой водой и соседними регионами республики. По плану взаимодействия Актюбинская область при необходимости по решению республиканского штаба выделяет группировку на помощь соседним областям. Мы тоже готовы выехать в любой момент, поэтому вся наша техника проверена. Имеется 14-суточный запас продовольствия, необходимые шансовые инструменты и обмудирование. На 20 евро дороже в Евросоюзе вступили в силу новые правила получения краткосрочной шенгенской визы. Подробнее об изменениях в следующем сюжете. С этого месяца уехать в Европу стало дороже. Цена за шенгенскую визу увеличилась до 80 евро. По регламенту так будет в ближайшие три года. До этого, несмотря на растущую инфляцию, сумму не меняли на протяжении 14 лет. Отмечается, что казахстанцы стали чаще посещать страны Европейского Союза. А теперь спланировать поездку будет легче. По новым правилам можно подать документы за полгода до предполагаемого путешествия. Сроки рассмотрения заявки не изменились. И это на фоне, прежде всего, растущих потоков туристов в последних 9 лет. Значит, с 2009 года до 2018 года там увеличилось число заявлений на 57%. С где-то 10 миллионов заявок в год до свыше 16 миллионов. И в то же самое время процедуры на обработке вот всей этой заявлений, в принципе, не менялись с 2010 года. Так сколько придется заплатить за шенген? Допустим, вы собираетесь в Италию. За саму визу нужно отдать 80 евро. Это около 30 тысяч тенге. Консульский сбор составит почти 10 тысяч. Услуги визового центра – 15. Итого почти 60 тысяч. Раньше, если шенген можно было запросить на более длительный срок, то есть от года до 5 лет, то сейчас по новым требованиям кредит доверия нужно откатать, можно так сказать, от двух и более односрочных виз. То есть, получается, если получить годовую, нужно получить две и более визы односрочных. Их использовать успешно. И после этого запросить годовую. Чтобы использовать двухлетнюю запросить, то есть нужно будет использовать одногодовую. Ну и так далее по нарастающим. Максимальный срок запрошения визы – это 5 лет. Эксперты отмечают, самое важное – это правильно заполнить все документы, предоставить посольству достоверные данные и иметь хорошую туристическую историю, если вы уже путешествовали по Европе. Последнее обязательно учитывается при оформлении новых виз. На социальные сети при рассмотрении заявок в посольстве не смотрят. Вероника Боярова, Ерлан Наурызбаев, Ермек Кеншимбек, Хабар, 24. Тем временем в Китае умер врач, который первым рассказал о вспышке коронавируса в Поднебесной. Ли Вэнь Лянь – офтальмолог по профессии, заразился от пациента. Его госпитализировали 12 января и уже 1 февраля коллеги диагностировали положительный результат на заболевание. Напомню, 30 декабря Ли Вэнь Лянь, доктор центральной больницы города Ухань, написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что 7 случаев SARS подтвердились у больных, поступивших с рынка морепродуктов Хуанань. Но Ли не мог знать, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным соцсетям, а через 4 дня врача вызвали в управление общественной безопасности, где заставили признаться, что он распространял слухи. Позже, конечно, власти принесли Ли извинения, однако излечиться от вируса ему так и не удалось. Тем временем число погибших только в провинции Хубэ уже составляет 618 человек, а общее количество подтвержденных случаев возросло до 28 тысяч. Интересный эксперимент провели в Пекине. Главный продюсер бюро новостного агентства Reuters в Китае Марк Чисхоум 10 дней подряд снимал свой привычный путь от дома до офиса по китайской столице. И все бы ничего, если не брать во внимание непривычную тишину вокруг. По словам автора, обычно по утрам улицы Пекина забиты спешащими на работу людьми. Сейчас же многие местные жители боятся выходить из дома. Но продление новогодних каникул в связи со вспышкой коронавируса опустошило улицы 25-миллионного города. На кадрах видно, как непривычно пустуют городские улицы и общественный транспорт. Напомню, что эпицентром возникновения нового типа коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Но с момента выявления инфекции успела перекинуться на множество других китайских городов. По инициативе Китая отменили почтовый обмен между КНР и Казахстаном. В результате КАЗ-почта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, в которые почта поступает транзитом через Поднебесную. При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, он недолго живет вне организма, поэтому риска заражения нет. 190 лет назад было принято решение об открытии Акмолинского округа. В этом же году на картах того времени появился город Акмолинск. Но немногие знают, как он выглядел, где располагалась знаменитая крепость, а самое главное, какое из ее сооружений удалось сохранить до наших дней. Мой коллега Марк Брюшко постарался восполнить этот пробел. Очередная юбилейная дата в истории. В этом году исполняется 190 лет с момента появления на старых картах города Акмолинска. В 1832 году был образован Акмолинский внешний округ со знаменитой крепостью. Ее главный бастион венчала башня. Как она выглядела, мы можем судить, по сохранившейся в свободном доступе фотографии. Многие не знают, но стадион на правом берегу столицы был построен частично как раз таки в том месте, где и располагалось Акмолинское укрепление. В 30-х годах прошлого века его возвели, а вот главные входные ворота располагались именно там, где стояла знаменитая башня с фотографией, которую вы могли видеть совсем недавно. Время меняет все, конечно же. Вот и стадион много раз реконструировался, менял свои названия, в том числе и назывался «Искра» и «Буревестник». А сейчас он носит имя прославленного казахстанского полуана Кожимукана Мунаэтпасова. Городской стадион в каких годах был построен на правом берегу? Не знаю. Скажем, 57-й. Да где-то, что был, по-моему, тогда. Я не местный. Можно видеть, как крепость находилась в пределах улиц Жильтохсанки, Несыры и улицы Красная, ну, как бы недалеко от проспекта Сырарка. И самое интересное, что с юга она ограничилась рекой Ишим, потому что в то время набережная была обрывистая. То есть противник не мог так подобраться, прям не залезть на стены. Крепость упразднили и со временем разобрали. Единственное сохранившееся до наших дней здание, которое имеет прямое к ней отношение – Константина Еленинская церковь. И то потому, что ее попросту перенесли. В каком году церковь открылась на этом месте? Ой, маленький, нет. Я здесь по случаю только хожу. Наверное, думаю, что где-то в году, наверное, 60-м. Хожу, но вот это вот не помню. Тоже не помню. Закладка храма состоялась 14 мая 1900 года. С тех пор он тут и находится. Проработав чуть больше 30 лет, церковь закрыли, сняли кресты, убрали колокола и передали ее под историко-краеведческий музей. Однако в 1942-м, во время Великой Отечественной войны, по многочисленным просьбам верующих, богослужение разрешили и возобновили. А вот ни одна из двух мечетей дореволюционного Акмолинска до наших дней, увы, не сохранилась. Есть только фрагмент забора. Мы сейчас перед Государственной академической филармонией. Здесь базар находился. Как давно это было и какое значение он, в принципе, имел для города? Ну, базар, который находился здесь, он появился в середине 19 века и как раз-таки находился напротив главной городской площади. Вот здесь здание семиэтажного Акимата. На его месте располагался Александр-Невский собор, главная церковь города. Те ярмарки, которые проводились в Акмолинске, они проводились раз в год, то есть две ярмарки. А именно на территории базара жители близлежащих аулов приезжали и торговали здесь, в том числе с русскими купцами и с татарскими купцами. На территории между Акмолинской крепостью, окружным приказом и как раз этим базаром изначально и появились первые гражданские поселения. Спустя несколько десятилетий после закрытия торговой площади тут построили один из значимых памятников советской архитектуры – дворец Целинников. Сейчас, после реконструкции, здесь находится концертный зал «Астана». Марк Брюшко, Нургалим Амурбаев, Жандос Бетабаров, Хабар-24. Песню о любви к матери Анашем поют на многих языках мира. Ее исполнитель Марат Умаров, известный композитор, заслуженный деятель Республики Казахстан, завоевал гран-при Международного фестиваля композиторов в Нью-Йорке. Культ вояж на Хабар-24. В Камерном зале театра «Астана-Опера» прошел концерт, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. Музыкально-поэтический вечер представил камерный хор Государственной академической филармонии. Художественным руководителем и дирижером выступила заслуженный деятель Казахстана Гульмира Кутападамова, а хормейстером Ержан Санцызбаев. Сегодняшний концерт посвящается юбилею нашему великому Абая, нашему мыслительному философу. И сегодня я очень рад участвовать в этом концерте, потому что это концерт хоровой музыки. Для меня очень приятно сегодня выступать в этом концерте. Для любого вообще певца, но тем более для меня, так как я вырос с детства в хоре мальчиков, и для меня хор для меня очень большое имеет значение. В программу концерта вошли произведения мировой классики, композиции, написанные на слова поэта. А также этим вечером были исполнены творения Ахмета Жубанова, Латифа Хамеди, Нургисы Тлендиева и других казахских композиторов. Сам Абай в наследство оставил около 170 стихов, 56 работ, переведенных с других языков, 20 песен и 45 слов назидания. Известный певец и композитор, заслуженный деятель Республики Казахстан Марат Умаров, завоевал Гран-при Международного фестиваля композиторов в Нью-Йорке. Визитная карточка исполнителя песни «Анашим» была переведена на многие языки мира. Ее английская версия сразила наповал и жюри, и зрителей, и самих участников. Все выступали в лайв-группе, допустим, под фонограмм, минцовку, а я на рояле выступил и сам спел. Когда узнали, что я автор этот, ну то есть зрители как бы приветствовали, у меня появилась новая песня. И вот даже они поверили в том плане, что я могу и на английском петь, оказывается. Когда я даже о нашем месте вспомнил, я в принципе не думал, что я нахожусь на конкурсе, что у меня там жюри, я такого не было. Я вспомнил, как я сочинил маме своей. В апреле этого года Марат Умаров, вероятно, снова отправится в Америку на празднование Наурыза с казахской диаспорой в Майами. Кроме того, артист планирует запустить масштабный проект по объединению композиторов и исполнителей. В столице прошла презентация книги «Кунанбай». Автором является историк Кирлан Сыдыков. Научный труд повествует о жизни и деятельности Кунанбая Оскенбайулы. На сегодняшний день нынешние поколения, возможно, и следующее поколение могут иметь представление о Кунанбайе через созданный великим писателем Ауэзовым, великим образом отрицательного героя Кунанбая. Это тоже имеет право на жизнь, но есть реальная, историческая, настоящая жизнь самого Кунанбая. Я как историк обратился к фактам, историческим документам, таким образом постарался убрать партийный принцип, классовый принцип, оставил историзм, принцип историзма и объективность. В торжественной церемонии презентации научно-биографической книги присутствовали депутаты Сената и мажориса парламента Республики Казахстан, деятели культуры, представители сферы образования и науки, писатели. Издание книги с полной биографией отца Абая, Кунанбая, можно сказать, большой вклад в изучение исторических личностей казахского народа. О жизни Кунанбая в свое время много писал и Ауэзов, и многие другие историки. Лично я эту книгу прочел вслух и несколько раз. В ней автор исправляет ошибки, которые допускали даже самые известные ученые в написании биографии Кунанбая. К слову, в ближайшем будущем книга Кунанбая будет переведена на казахский, китайский, турецкий и английский языки. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 7 февраля в музыкально-драматическом театре имени Бекижанова посетите постановку «Пай-пай, жаз, жубай, ла рай». 7 февраля в драматическом театре имени Достоевского пройдет комедия «Блэз». 8 февраля в театре «Астана-Опера» состоится концерт «Чарующая Франция» из цикла «Форте-Трио» приглашает. К этой минуте все. Спасибо. До встречи. Вам хорошего дня.